В эфире телеканала Самара ГИС при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Парк противоборств. Не успели еще улечься бурные страсти вокруг публичных слушаний по поводу строительства стадиона к Мондиалю, как в Самаре вновь нашли повод поспорить. И вновь по поводу спортивного объекта. При этом жаркие дебаты опять разгорелись на почве слухов и в конечном счете дезинформации. Нет, я понимаю возмущение людей, когда собираются строить очередной развлекательно-торговый центр или небоскреб прямо на детской площадке, заслоняя свет в окне жителям соседних домов. Или когда, к примеру, на первом этаже Хрущевки появляется кафе с сауной со всеми вытекающими пикантными подробностями. Но здесь-то речь идет совсем о другом. По проекту областного Минстроя построить хотят дворец единоборств в парке Молодежный. И вот здесь, внимание, важная деталь. Комплекс появится не там, где цветут клумбы, на лавочках отдыхают пенсионеры, а дети резвятся на тракционах. Эту часть Молодежного обещают не трогать. Спорная оказалась территория, которую эту парку можно назвать весьма условно. Здешние посадки еще лет 15 назад превратились в непролазные джунгли. Дорожки, ведущие в никуда, сухостой и подозрительной личности. То ли бомж, то ли снежный человек от общения отказался. Он сюда ради уединенности забрел. И судя по тому, что здесь валяется в траве, досуг любителей этих зарослей весьма разнообразен. Хоть и примитивен. Да, мрачноватая местечко. Даже днем. А уж вечером, говорят посетители парка, сюда лучше и не соваться. От греха подальше. Здесь сколько случаев было, 30 лет здесь живу, в этом районе. Сколько случаев было изнасилования, убийства. Да, там очень страшно ходить. Там, я думаю, что вообще, вот где-то, ну, как темнеть начинает, я думаю, что там не ходят. Ну, или люди, которые, я не знаю, не боятся ничего. Мы не ходим. Почему? Потому что раньше здесь были мужчины слабого поведения. Вели беспардонный образ жизни. Ну, то есть больные люди. Бывает, хамят они, сами же. Отдыхают, бросят весь мусор. И уходят. Просто надо людей немножко надергивать. Бег, смотрите, сколько сухо стоит. Для молодежи гулять, ну, негде. Тут одни заросли, взадить туда, вовнутрь, там все, бардак, мусор. Там опасно ходить вообще. Там и бичи, и кто только, и алкоголики, и наркоманы, все там. Для посетителей сауны, что неподалеку, парк что-то вроде автопати на свежем воздухе. Но вскоре для усиления придется искать другие места. На пресечении Ставропольской и Нового вокзальной вырастет дворец единоборств. Многоэтажное здание с тренировочными залами, подземным паркингом. Предполагается, что сам комплекс и территория вокруг него займут 4 гектара. Понятно, что все здесь приведут в порядок. Как в таких случаях говорят, облагородят. Но не все эти планы посчитали благородными. ДК Литвинова, где состоялись публичные слушания, в минувшие выходные случилось дежавю и аншлаг. У нас еще регистрация продолжается. Некоторое количество людей находится в вестибюле. Мы начнем рассмотрение вопросов. Мы заканчиваем сейчас регистрацию. И я оглашу количество зарегистрированных людей. Организаторы объявляют, на слушание пришли 1073 человека. И у каждого свое мнение. Высказаться дают всем, даже тем, кто еще не определился. Я не знаю, почему я должен дать заранее ответ «да», если я не знаю, на что я даю этот ответ. Мы «за». Мы «за». Мы «за». Мы «прочим». Пойдите вы ночью, там сто есть собак. Вы же ходите и боитесь своих детей нельзя туда пускать. Вы подумайте о том, что ваши внуки, дети будут жить в будущем. Нормально. Кое-кто пришел на слушание даже несмотря на болезнь. Я попрошу зал, пожалуйста, потому что я после операции очень плохо. Но молчать я тоже не могу. Вы Казань видели с Олимпиады? Да или нет? Казань с Олимпиадой. Почему вы не хотите, чтобы Самара была такая же, как Казань? Представитель областного минстроя презентует проект как спорткомплекс международного уровня. Он будет вмещать до 3700 человек. И предусматривать не только игровые залы, но и футбольное поле. Ничего подобного в Самаре уже 15 лет как не строили. К тому же занятия здесь предусмотрены бесплатные. Но у людей остаются вопросы. Деревья, которые стоят сейчас на том месте, где будет спорткомплекс. Вы что планируете с ними сделать? Вот та лесная зона, которая там сейчас есть. Мы будем максимально сохранять местный ландшафт и лесной фонд этого парта. Никто не заинтересован в его вырубке. У меня вопрос такой. Почему нельзя застроить стадион? Почему нельзя застроить стадион Орбита? В тем же комплексе. Там и больше приящий нет. Пусть все равно. Еще раз объясняю по стадиону Орбита. Стадион Орбита. На него идут далеко идущие планы. Там будет физкультурно-оздоровительный комплекс в бассейн устроиться. И он будет соединяться с дворцом Лединоборств, с надземным переходом. Я уже отвечаю третий раз на этот вопрос. Место там хорошее. Я согласен. И понятно, почему приходится отвечать в третий раз. Ведь вопрос более чем справедливый. Почему бы сначала не привести в порядок заброшенный спортобъект, а затем уже строить новые? С этим мнением самарцев глава города Дмитрий Азаров, кстати, полностью согласен. Более того, мэр настоял, чтобы областной Минстрой начал с возведения физкультурно-оздоровительного комплекса именно на стадионе Орбита. Работа там начнется уже в конце этого года. И так проектирование позади. И только потом приступит к сооружению дворца единоборств, который должен стать финальным штрихом к этой картине. Есть планы по реконструкции дворца спорта ЦСК ВВС и по стадионам Заря, Восход и, наконец, Маяк. Последний в Юнгородке еще с советских времен пустует. Там тоже построят ФОК. Примечательно, что изначально еще предыдущий областной кабинет министров предлагал разместить этот спорткомплекс в парке 60-летия советской власти. Но Дмитрию Азарову удалось переубедить чиновников Минстроя и ФОК будут строить именно на Маяке. Ну что ж, планов громадье. Остается надеяться, что все их удастся воплотить в жизнь. Ну а что касается дворца единоборств, который вызвал столь оживленную дискуссию, то всех убедить, что перемена к лучшему, конечно, не удалось. Но большинство, по данным организаторов слушаний, проголосовало за. Официальные итоги таковы. 746 голосов отдано в поддержку смены зонирования территории подстроительства. 285 проголосовали против, 6 воздержались. А это значит, что дворцу единоборств быть, чем у посетителей парка молодежной, весьма рады. Очень даже положительно, чтобы дети занимались спортом, не только дети, но и взрослые. Все-таки спортивный комплекс будет развиваться одновременно. Очень положительно. А зелень они восстановят, а потом посадки сделают. Этому району не хватает? Конечно, да тут вообще нет ничего, для детей нечем ни юношам, ни детям заниматься. Просто некоторые люди выступают, говорят, вот деревья порубят, не надо нам никакого физкультурно-здоровительного комплекса. Деревья, понимаете, ну тут же бардак. Зайдите в эти деревья, там, извините, какашки и все, вот эта вот вся ерунда. Это все уберется, зато чисто будет, и люди будут отдыхать, правильно? Нуждается этот район в таком вот комплексе спортивном? Ну, конечно, нуждается. Естественно, у меня внук растет 2 годика, так же будем сюда приходить. Я сюда прихожу практически каждый день. То есть будет интересно, я думаю, что какие-то, может быть, мероприятия будут проходить, если там какой-то фитнес там или что-то из спорта будет, то я думаю, что это будет замечательно. Ну, я там не гуляю, я только тут, в центре. Ну, в принципе, если там, на окраине парка, то можно. Центральную часть бы не трогали, а там-то никому не нужно место. Вы за или против? Ну, вообще-то за, здесь дети отдыхают, чтобы можно было светло, ходить нормально. Ну, и на финал программы хочу рассказать весьма поучительную историю, которая, правда, пока далеко до логического финала, но зато она весьма близка к кульминации. Речь опять пойдет о строительстве, куда меньшего масштаба, но при этом важный штрих незаконным. Речь о скромной нелегальной автомойке, которая встала на пути больших планов. Располагается она на проспекте Карла Маркса. Документов ни на аренду земли, ни разрешения на строительство нет. Четыре года областной Минстрой отказывал их предоставление, что совершенно не смутило трех товарищей-коммерсантов, построивших здесь за считанные месяцы капитальное здание площадью в 300 квадратных метров. Самоуправство чистой воды. Случай можно было бы назвать банальным. В Самаре было время, целые жилые комплексы возводились без единого документа. Но есть в этой истории одно существенное обстоятельство, которое не позволяет назвать ее рядовой. Именно через эту часть Кировского района Самары должна пройти магистраль центральная, та самая, появление которой ждут уже несколько поколений автомобилистов. Но теперь в условиях надвигающегося Мундиали лед похуже тронулся, и перспективы по ее строительству из неясных превратились в заманчивые. Теперь получается, что прямо на пути этой магистрали и возникла невесть откуда злосчастная автомойка. Все эти подробности всплыли на совещании в мэрии. Она там может быть и будет иметь место. Но если мы говорим о расширении перспективном магистрали центральной, то однозначно красные линии должны быть передвинуты, и этот объект будет мешать. Строительство ведется, Владимир Витальевич? Вчера я помню, не был строительный, Владимир Витальевич. Хорошо, по воскресеньям, что вы проверяете, но надо еще и в будни проверять. Нужна оперативная информация о том, ведется или не ведется строительство. Предпринять необходимые меры, в том числе с правоохранительными органами, о том, чтобы незаконное строительство не допускалось. Десант из представителей городских властей и силовиков прибыл к горе автомойки уже на следующий день. Ни один из трех владельцев объекта не решился на жесткий разговор по душам. Приехал только представитель. Мужчина вроде как юрист, но вот правовую истину, нет документов, нет стройки, никак не хотел ни принять, ни понять менталитет. Фактически, если вы получаете получить документы. Если фактически, строить нельзя. Если не получается ничего, сносите объект и освобожайте земельный участок. Все. Сейчас рекомендировать объект. Министерство не дает оформлять землю. Всеми правдами и неправдами. Вы можете обжаловать действия государственных органов и должностных лиц в судебном порядке. Это не дает вам право строить на территории, которая вам не принадлежит. Неужели вы это не понимаете? Мы это понимаем. Для вам это сносство и точка зрения. Ваша точка зрения не соответствует выключению законодательства. Объект подлежит сносу, когда вы готовы осуществить снос объекта. Мы сейчас не готовы на всем разговорить. Сроки перед коммерсантами поставили жесткие. За месяц они сами должны ликвидировать недоавтомойку. В противном случае суд. И шансов на победу нет, как нет документов. И тогда нелегальное строение сравняют с землей уже казенные экскаваторы. Но в этот сценарий представитель владельцев автомойки все же отказывается верить. Я думаю, у нас в Самаре много объектов, которые подлежат сносу. Они как-то идти работать, решают вопросы. Да, они практически готовы. Территория находится, сами понимаете, в неудовлетворительном санитарном состоянии, как вы видите. Застройщик осуществляет действие, которое противоречит полностью действующим законодательством. Действующим законодательством предусмотрена возможность сноса любых построек. Но это осуществляется в судебном порядке, по решению суда, при наличии исполнительного листа. Между тем, жители окрестных домов грядущий снос автомойки единогласно приветствуют. Говорят, в их районе и так их переизбыток. Зато дорог не хватает. Зачем тут нужна автомойка? Это вообще ни к чему. Мойка, я считаю, достаточно в этом районе и так. А дороги, сами эти пробки постоянно везде. Лучше, конечно, дороги. Город должен получить эту магистраль. Потому что дальнейшие действия города – это тупик. Весь народ возмущен вот этим строением, которые на магистрали идут. Так что поддерживаем правительство, наш муниципалитет. Как житель Самары я бы, конечно, за то, что проширили магистраль. Потому что нынешняя транспортная система никак не справляется с текущим потоком машин. И, на мой взгляд, очень много улиц надо расширять. Ну и автомойка – это вообще вредная, достаточно такая штука. Поэтому лучше, конечно, бы ее убрать. Любопытно, чем вся эта история закончится. Если нелегальную автомойку сравняют с землей, она и впрямь выйдет поучительная. Может, такой безутешный для коммерсантов финал остановит других, когда они соберутся что-нибудь соорудить, не имея на то никаких документов. Главное, чтобы те, кому это по должности положено, и впредь проявляли принципиальность. А мне на сегодня все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин